В рамках проекта Лобинский музей армянской культуры как символ межнациональной дружбы, поддержанного фондом грантов губернатора Кубани, состоялись экскурсии для школьников и студентов Лобинского района. Юные экскурсоводы, которые обучались о заммузейного дела в рамках проекта, увлекательно рассказывали гостям о каждом экспонате. Особое место в экспозиции занимают старинные серебряные украшения с изображением великого армянского царя Тиграна и богини любви и семьи Анаит. Украшения, старинные книги, музыкальные инструменты, фигуры известных деятелей культуры, картины, нарисованные детьми. Каждый предмет музейной экспозиции имеет свою историю. Мне очень понравилось провести тут время. Больше всего мне запомнилось про армянские инструменты. Я с некоторыми уже был знаком. Спасибо большое, что рассказали про все армянские ценности и про Армению. Очень понравилось. И с удовольствием еще раз сюда приду. Из всех народов мне больше всего нравятся армянские. Но больше всего мне запомнились армянские костюмы. Они такие красивые, яркие, напоминают живую классику. Очень напоминают почему-то. Мне очень понравилось провести этот день с такой огромной пользой. Померить костюмы, почувствовать себя именно в этом народе. Я уже неоднократно тут бывала. И хочу пойти еще сюда на танцы. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось побывать в армянском доме культуры. Здесь очень красивые куклы. И наряды очень напоминают русские народные платья. Очень длинное платье. Красивые шапки. Мне очень понравилось здесь. И, скорее всего, я еще раз сюда приду. Мне очень понравилось. Мы узнали много нового и интересного. Узнали о главных символах Армении. О горе Арарат, о Гранате. Немного о ее истории. Узнали о интересных праздниках этой страны. Познакомились с ее литературой, с ее деятелями культурными. Узнали, что многие русские художники, поэты на самом деле берут свои корни от армяне. Несмотря на то, что проект подходит к завершению, юные экскурсоводы продолжат проводить для жителей и гостей Лавинского района интересные экскурсии. Двери Армянского культурного центра открыты для всех желающих. Лилиция Океан, Георгий Сопов, Лапмедиа.